Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. Работу прямого эфира. Два эксперта у нас сегодня в студии. Гунтис Шенхофс и Арнольд Бабрис. Добрый день. Добрый вечер. Арнольд у нас относительно недавно был. Хотя время бежит очень быстро. Гунтис, наверное, давно не был. Начнем, может быть, перед тем, как вот перейти, естественно, к событиям недели, важным политическим событиям в стране. Несколько слов, конечно, нельзя не сказать о выборах в Соединенных Штатах. Результаты еще по-прежнему неизвестны. Там все идет ноздря в ноздрю. Кто победит в итоге, непонятно. Ну, многие уже ставят на Байдена. Хотя вчера еще казалось, что это Трамп. Ну, Арнольд тоже, наверное, следил за этой ситуацией. Может быть, даже не столько по результатам выборов, сколько по всему этому процессу. С одной стороны, мы наблюдаем, что два человека преклонного возраста борются за пост президента самой, наверное, влиятельной страны в мире, самой крупной экономики и так далее. Это уже само по себе как-то странно. Кто-то говорит, ну, почему не нашлось, не знаю, более молодых кандидатов и так далее. Вообще, как ты все это оцениваешь? Может быть, нам чему-то от них может поучиться или наоборот, не знаю. Да, надо поучиться, как не делать ошибки. Да, я бы предложил сделать выводы из того, что мы видим. Уже который раз выборы так, 50 на 50, с маленьким перевесом, либо один, либо другой. Мне нравится то, что оба кандидата не идеальны. Мы видим, что это не идеальные кандидаты, правильно? Соответственно, я не могу сказать, что Трамп идеальная кандидатура, я не могу сказать, что Байден идеальная кандидатура. Вдвигаются две не очень хорошие кандидатуры, и пусть они между собой бодаются. Следующее, что меня настораживает, что не исключено, что проигравший не захочет уходить. И там могут быть массовые беспорядки. Уже фактически мы сейчас наблюдаем. Уже мы наблюдаем, да. И там могут быть манипуляции, поэтому надо сказать, что это в Америке не так. И напомню слушателям одну прописную истину, когда говорят, что западная демократия рулит. Всегда за западной демократией стоят хозяева, олигархи. Они финансируют, у них есть… Это ведь очень дорогое удовольствие. Это дорогое удовольствие. Это сотни миллионов, если не миллиардов. Именно так. Похоже, что в Америке у олигархов есть какой-то раздрай, нет единого мышления, кого же мы поддерживаем, кого мы двигаем. И эта конфликтная ситуация может кончиться плохо. А с другой стороны, ну, все-таки, может быть, Гунтис не наталкивает это на мысль. Не в смысле, что нам нужно в Латвии идти этим же путем, но, по крайней мере, может быть, что-то есть хорошее и в системе президентской республики. Как вам кажется? Потому что, вот сейчас, допустим, чрезвычайная ситуация. Ну, какие полномочия у президента? Ну, полномочия призывать всем слушаться правительства. Вот он пару раз сказал, что, ребята, правительство хорошее, давайте все будем его слушаться. Ну, примерно такой был месседж. Все. Ну, президентская страна, ты же знаешь, что это моя мечта, если так хочу. Да, я поэтому спросил. Да. Но, скажем, выборы Америки мне чуть, в Америке несколько удивляет. Не то, что несколько, даже очень удивляет. Вроде серьезная страна, великая держава, да. И два кандидата, и очень, даже очень возраст, да. Напоминает мне чуть-чуть, помню, советские времена. Там, да, помним, да. Там великовозрастные, кто там был. Черненко, да, Андропов. Ну, вот это меня удивляет. А что Латвия? Для Латвии, для Латвии, я думаю, большого разницы нету, кто из них выиграет. Я не думаю, что это как-то, что-то нам даст. Но, в целом, конечно, есть волнения такие, что, как уже Арнольд сказал, любой из проигравших эти выборы будет оспаривать. И эти волнения в Америке, такой державе, это, конечно, отзовется во всем мире, то есть, да. Так что, волнения, конечно, есть. Да. Вот, все-таки, возвращаясь к Латвии, в ситуации, которая происходит в нашей стране, ну, мы видим, что если весной правительство хотя бы демонстрировало видимость единства, сегодня мы это не наблюдаем, уже вот начался публичный фактически раздрайб, поэтому самое печальное, накануне заседания правительства, когда собираются принимать решения о введении чрезвычайной ситуации. Вот в связи с этим вопросом, можем ли мы ожидать правительственный кризис, и почему себя так министры ведут, ведь казалось, когда пандемия, надо как-то сплотиться, нужны какие-то эффективные решения, вот, Арнольд. Ну, как, политики принимают политически правильные решения, и политические решения, они очень сильно отличаются от государственно правильных решений. Есть разница, да? Очень большая, радикальная, соответственно, каждый министр смотрит, как будет выглядеть то, что я поддержу, а мне оно надо, да, то есть, и поэтому… Прежде всего, он с этой точки зрения смотрит. Именно так. Не важно, пандемия, не пандемия. Да, и почему Гунтес говорит, почему нужен президент, да? Президент представляет исполнительную власть, президент, соответственно, несет ответственность за… Если это всенародный избранный, да? Всенародный, да, он должен быть всенародный избранный президент, да. Он всенародный избранный, он должен идти на выборы сразу с готовым кабинетом министров, то есть, мы голосуем не просто за президента, но уже за готовый кабинет министров. Мы знаем, что он будет 4 года работать, и президент перед избирателем отвечает за работу всего кабинета министров, да. Он имеет право требовать. Пока будет этот колхоз, колхоз, извините, будет принцип лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть на себя. Вот и все. Вот, а что касается всей этой истории вокруг конфликта госпожи Винкела, министра здоровья и премьера Кишини Сыкальнича, поскольку, ну, в какой-то степени премьер выразил недоверие министру здоровья. Никаких документов еще о ее отставке не подано, но видно, что он выразил недоверие, сказал, что она работает очень медленно, нет четкого плана действий, вообще непонятно, что будет. Но тут уже, я так понимаю, другие представители от СТБПА подсуетились и дали ему ответную такую отвупись, так можно сказать. Как вы все это комментируете? Ну, как? Ну, элементарно, тот же самый момент. Премьер понимает, Каринш понимает, что Винкелы выглядят очень плохо. У нее был ряд проколов, то есть мы видим, что действия министра имеют ошибки, да, и нужен козел отпущения, и Каринш готовит Винкела как козла отпущения. И, соответственно, общественность это поддерживает, да, а она, соответственно, будет сопротивляться. То есть мы видим элементарную политическую борьбу, да, то есть как бы вне зависимости от этой ситуации угрожающей для страны или нет. Ну, насчет проколов я скажу, что их столько, не только у Винкела, у нашего кабинета министров, да, что я уже устал следить за этим. Я, честно говоря, уже даже перестал обращать внимание. И, на мой взгляд, в стране сейчас самая опасная ситуация, что у власти находятся, скажем так, мягко говоря, не очень умные люди и не активные. Активные. И, исходя из этого, и впредь ничего хорошего я не ожидаю от нашего кабинета министров, но он будет держаться, он будет держаться вместе. Нет других вариантов, да, вы думаете? Конечно, они будут держаться по-любому. По-любому они будут держаться вместе, вариантов у них нету, и поэтому это очень тревожная ситуация. Вот время от времени мы слышим и из уст премьера, и от той же госпожи Винкела, что люди не очень дисциплинированы, не соблюдают этот масочный режим. И тогда вот возникает вопрос, во-первых, а, действительно ли люди не дисциплинированы? Б, действительно ли они не соблюдают масочный режим, потому что такие плохие, ну, условно говоря, или потому что они не верят в власти? Вот Арнольд или Гунтис Неваш. Все вместе взятое. Они во власть не верят, это однозначно не верят, ну, и люди очень устали, они нервные, это тоже сказывается, да, поэтому ситуация, и сейчас впереди зима, осень-зима, ну, сложно, очень сложно будет, очень сложно, да, так что не знаю, Арнольд, как твое мнение? Ну, мое мнение, правительство сделало все, да, для того, чтобы народ ей не верил, ему не верил. Почему? Посмотри, сколько раз люди обманывали, медикам обещали, учителям обещали, сколько было заявлений, сколько рассказывалось, даже сейчас, вот, допустим, говорят, что мы уменьшим налоговое бремя, да, говорят одно, делает другое. И сейчас народ, когда Винкел выходит и говорит, ей уже не верит. И поэтому я, вот я, я готов вот публично обратиться, да, то есть через эфир к президенту, да, у него есть законодательная инициатива введить уголовную ответственность за обман населения по государственным важным вопросам. Чиновник-политик вышел на трибуну, по важному вопросу соврал, пять лет, и если я бы знал, что Винкелы несёт уголовную ответственность за то, что она говорит, я бы ей поверил. Но уже народ не верит. Поэтому это вопрос национальной безопасности, потому что идёт подрыв населения. Кому? Государству. Они нагло врут и не несут никакую ответственность. Безнаказанность порождает безответственность. Поэтому я считаю, что один из постулатов, о котором я уже давно говорил, и которым я призываю, надо ввести уголовную ответственность за обман населения по государственным важным вопросам. Будет уголовная ответственность, будут думать перед тем, как говорить. И население, если будут говорить правду, поверит. А ты какому президенту посоветовал? А нынешним? А, которым я советовал? Давно я ещё даже Берзинчу советовал. Я всем президентам советовал. Я могу целые истории рассказывать, кто что отвечал, кто на что ссылался. Но действий никаких не было. Действий никаких не было. Да, вот всё-таки ещё, говоря о президентской исполнении. Ну хорошо, сейчас у нас пока нет президентской исполнения, но есть президент. Ну, с теми полномочиями, которые есть. Они, кстати, совсем скрупулёзно там посмотрят конституцию. Нельзя сказать, что они совсем маленькие. Ну, конечно. Может быть, даже ещё больше, чем в ряде других стран, где президент, не знаю, кроме выступлений, формально принять какую-то отставку, вообще ничего не может. Здесь всё-таки есть определённые моменты, даже созыв неочередного заседания Кабинета Министерства с повесткой дня, которую президент предлагает. Пока, я так понимаю, эти механизмы же не работают, почему-то их не используют. Абек, ну, ты же сам понимаешь, это же президент коалиции. Коалиции президент. То есть, он против коалиции не пойдёт? Ну, конечно, не пойдёт. Абсолютно не пойдёт. И поэтому, если мы говорим о том, почему нужен всенародный избранный президент. Одно из главных условий демократии – это разделение законодательно-исполнительной судебной власти. У нас, на самом деле, коалиционный совет выбирает правительство, и коалиционный совет выбирает президента. И коалиционный совет назначает судей. Поэтому у нас коалиционная диктатура. Диктатура. У нас коалиционная диктатура. Хотя внешне вводишь демократия. Вроде. Ты правильно говоришь? Вроде. Вроде. Но нету честной политической конкуренции. Ты посмотри, у нас на выборах выигрывает не тот, кто печётся за народ, который работает, а те, у кого лучше политтехнологи, у кого больше денег на выборы, кто может набрать лучше команду за деньги. А может, кто просто красиво обещает, три по пятьсот. Сработало? Да. Это один раз сработает. Ну, второй раз – не знаю. Другую версию придумают. Да, другую версию придумают. Будет шестьсот, шестьсот, шестьсот. Знаешь, в чём беда? В чём беда? Что эту коалицию не сдвинуть. Потому что она построила вокруг себя такую крепость. Уже какое-то время, давно назад, когда они уже подняли выборную планку, вернее, планку референдума. Теперь даже референдум нельзя провести. Да, абсолютно. Это исключён. Реперендум – это исключён. Собственно, 150 тысяч – очень сложно. Это исключён вариант. А и дальше, далее. Перед каждыми выборами, каждыми выборами, кто-то из партии выдвигает вопрос о сокращении министерств и армии чиновников. После выборов эти вопросы напрочь отметаются. Это второе. И третье – то, что сами себе семикратно повысили из бюджета. Что? Финансирование партии. И всё, приплыли бы. Это крепость, которую не сдвинуть. Да, что касается интересного госфинансирования партии, с одной стороны, вот если там послушать красивые речи сторонников всего этого процесса, что вроде получается, да, всё-таки, если мы хотим крепкие политические партии, чтобы они меньше зависели от тех же олигархов, которые мы говорили, нужны им госфинансирования. С другой стороны, получается, что те, кто власти, те и получают госфинансирование. А что же остальные? Нет, нет вариантов, Абик. Как уже говорил, забывают вопрос о сокращении армии чиновников. Это однозначно из-за того, что это стабильный электрорад для правящих партий. Чиновники уверены, что их никто не тронет, и голосуют, голосуют. Они голосуют, как правило, за партии власти, да, по традиции? Конечно, да, конечно. Так что эта крепость неприступная, поэтому я думаю, что явно и слайк, там, со всеми клонами может спать спокойно. А может быть, господин Левец станет более смелым в случае избрания на второй срок? Сейчас же он как бы связан с правящей коалицией, боится? Не верю. Ну, он по характеру, я думаю, не соответствует, чтобы принимать какие-то решения. Такие смелые. То есть, смелые не будут решить? Нет, нет, не верю. Вот, может быть, во второй части мы поговорим о необходимости какой-то новой политической силы. А сейчас, завершая эту первую часть, все-таки, как вам кажется, Арнольд, я знаю, что ты сторонник таких решительных действий, когда нужно вообще. Ну да, хирургических. Хирургических. Вот нужно ли вводить чрезвычайную ситуацию в этой? Или достаточно ввести какие-то более жесткие ограничения? Или это вообще уже бесполезно? Мы уже эту точку невозврата как-то пропустили, и заболеваемость будет расти все равно. Китайская пословица, какая разница, какого цвета, код, главное, чтобы мышей ловил. Будет ли толк введение чрезвычайного положения? Все же зависит от того, какие меры будут реальные. Реальные меры будут. Не просто название, да? Да, не просто название, а реальные. Если меня, допустим, спрашивать, то, что я читал, то есть, вот именно по бактериологической войне, по всем мероприятиям, на первом месте это мойка рук. Второе, это, соответственно, дезинфицирующие средства. Поверхности, вопрос у нас в общественном транспорте, поверхности протирают. Супермаркеты, поверхность точки соприкосновения протирают, кнопки в лифтах протирают, нет. То есть, маски, опять-таки, качество масок. Я могу сказать, я в начале этого года, когда только COVID начинался, да, то есть, общался с Илмаром Пойконсом, он же Нео, да, и он уже договорился с немецкой компанией, производителем оборудования Мелтекс, это оборудование, единственное, кто может производить фильтрующий материал, который задерживает вирус, это стратегическое сырье, он договорился для Латвии. Ты думаешь, кто-то из чиновников вообще прислушался? То есть, мы могли получить оборудование и получить стратегическую возможность производства сырья именно для производства масок, которые реально защищают. А вместо этого мы закупили миллион респираторов, которые, как мы знаем, признаны несоответствующие стандарты. Это бизнес, это бизнес, который не ориентирован на… Они не в безопасности. Да, то есть, у нас как, у нас по процедуре мы отмахнулись, мы показали добрую волю, да, но в реале мы ничего не сделали. То есть, опять-таки, народ обманут, и народ уже это чувствует. То есть, уже есть такое коллективное подсознание, да, что народ уже чувствует, что король голый, король не выполняет свои функции. Арнольд Бабрис, Гунтишенхос, буквально пару минут мы прервемся, потом вернемся в студию, не переключайтесь. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Арнольд Бабрис, Гунтишенхос у нас сегодня в студии. И обсуждаем, естественно, ситуацию в нашей стране. Вот такой, может быть, вопрос, которого я хотел задать. Вот, казалось бы, появились у нас на выборы в прошлый парламент две новые политические силы. Ну, новые консерваторы относительно новые, но все-таки. И КПВЛВ, которая забрала или оттянула на себя вот этот протестный электорат. Ну, мы видим, в каком состоянии сейчас КПВЛВ. Там рейтинг даже 2% они не набирают. Там 1,8, 1,9. И очевидно, что вот те люди, которые голосовали за какие-то перемены или, может быть, знак протеста против вот той политической элиты, они понимают, что опять у них нет своих представителей. И нет тут ли ощущения такого замкнутого круга, значит, появится какая-то новая сила, опять она не оправдает надежи. Как этот вот замкнутый круг разорвать, Арнольд, может быть, с тебя? Ну, только пробуй, только пытайся. Потому что это задача правящей коалиции, да. То есть, чтобы каждый раз прокололись, каждый раз прокололись. Допустим, если меня спрашивают, почему произошел прокол именно с КПВ. Все-таки это был проект, где лидером был Артус Камидж, да. Мы знаем, что его финансировал Мироний. Кстати, удивляет, почему все-таки уголовное дело как бы до сих пор не рассматривается. Это явное нарушение, да. И, как мы видим, потом Артус перешел в ЕКП. То есть, в принципе, коалиционный совет и коалиционная группировка заинтересована в том, что каждый раз народ обламывался. Но надо, опять-таки, выбирать, пробовать. Потому что протекстное голосование, как мы видим, с каждым днем растет. Народ все более-более недоволен. Вообще-то, этот вопрос очень серьезный и вместе с тем сложный вопрос. Сложный чем? Во-первых, сейчас в политику серьезные, сильные люди, то есть энергичные, да, не идут, просто не идут, не верят. В это болото они не хотят лезть, запачкаться. Это очень хаушее замечание, потому что… Это очень, даже не знаю, как из этого выйти, как их. Я много занимался этим вопросом, разговаривал с серьезными людьми, бизнесменами, да. Они улыбаются просто, и все, и они не пойдут. Это очень точное замечание, потому что, если мы посмотрим на недавно состоявшиеся неочередные выборы в Лидическую Думу, там очень много кандидатов в депутаты, сейчас я в процентах, наверное, не назову, но очень много кандидатов в депутаты, где, когда спрашивают место работы, они там пишут «общественная организация», «городской активист». В переводе безработных, да. И, с одной стороны, всякое в жизни бывает, человек может остаться и без работы не потому, что, не знаю, там, тунеярец и не хочет работать, но всякие жизненные обстоятельства, но все-таки это очень большой процент. И, наверное, говорит о том, что люди, которые заняты каким-то своим делом, не знаю, предприниматели, и они их сейчас в эту политику, ну, никак не назовешь, да, Арнольд? Вы на то же с этим столкнулись? Конечно. Мое мнение, почему я все время говорю, что надо вести личную ответственность политиков и чиновников. Потому что тогда сразу те, которые не могут брать на себя и не готовы брать на себя ответственность, они туда не пойдут. И почему, допустим, хорошо все-таки мажоритарная система, да, территориальная. Вот 10 тысяч избирателей, один кандидат, да, и передо мной 10 кандидатов, я могу выбрать лучшего, да. А когда партийные списки составляются, кто туда попадает, как у нас даже обратный отрицательный селективный отбор. У нас что происходит? У нас плюсики получает тот, кто обзванивает всех своих знакомых, уговаривает, ставьте мне плюсики, остальные минусики. Кто более бессовестный, тот больше прорывается. Кто больше обещает более бессовестно, тот прорывается. Я, допустим, могу слушателям напомнить тезис. Вот есть страна, которая из состояния более худшего, чем мы, да, то есть сейчас один из лидеров в мире, Сингапур. И принцип сингапурского гения заключается в чём? Вот надо почитать, рекомендую всем почитать его мемуары. Он был сторонник не демократии, а диктатуры ответственного умного меньшинства. У нас вверх прорывается быдло. И чём мы хотим, если у руля быдло? Что мы хотим? То есть у нас как раз в результате отрицательного селективного отбора попадают худшие. В Сингапуре, да, ты хорошо сделал, ты получаешь хорошую зарплату, тебя поддерживают, у тебя пряник, да. Сделал ошибки – палка, жёстко, палка, пряник. У нас он дорвался до кормушки, отсидел свой срок, натворил чудес и безнаказанно ушёл, ещё получил пособие. И всё в порядке. Поэтому личная ответственность, личная. И вот следующая сила, допустим, когда меня спрашивают, почему ты поддержишь Гобземса? А я отвечаю, он единственный. А, так вы поддерживаете его? Я, Арнольд Бабрис, его поддерживаю, несмотря на многие его изъяны. У него очень много изъянов. Но он единственный из всех политиков, которым я всем предлагал. Поддержите личную ответственность политиков и чиновников. Личную. Он единственный. Этот значок поднял. Флажок. Единственный. И уже я готов его поддерживать, пока он этот флаг, знамя будет нести. И если мы победим в выборах и введём это, поверьте мне, сразу, если чиновник и политик будут лично отвечать за результат, он сам будет работать. Чиновников других заставит. И будет трястись за это. А безнаказанность, если будет безнаказанность, вот как мы из года в год всё хуже, хуже, хуже. Вот так оно и будет продолжаться. Надо кардинально менять ситуацию. Кардинально. Абсолютно согласен с Арнольдом. Абсолютно согласен с Арнольдом. Я просто поражаюсь, да, при всем том, как Арнольд сказал, что у него много недостатков у Гобземса. Я просто поражаюсь его смелости и энергии. Просто поражаюсь. Но меня волнует самый главный вопрос, то, что уже мы затронули перед этим. Так как люди не идут, серьёзные и сильные люди не идут в политику и не пойдут, я не верю, о Гобземс один ничего не сделает. Если он не создаст вокруг себя сильную команду, ничего не получится. А вот как этот заколдованный круг разрубить, порвать, что как-то всё-таки притянуть способных людей к Гобземсу, пока у меня нет формулы. Но без этого не обойтись. А пока, да, вот как Арнольд говорил, у нашей власти, мягко выражаясь, ну, как я уже говорил, да, не самые умные люди. Ну, с другой стороны, тоже вот интересно такое ещё, в чём замкнутый круг. Ну, допустим, нынешняя правящая коалиция в Семя, ну, состоит, мы сами знаем, из пяти партий. Коалиционный совет есть. Если что, они всегда говорят, ну, подожди секундочку, ну, мы же коллективно что-то там приняли. Это же вот коллективная ответственность, да, вот почему вы ко мне, да. Ведь если так вот разобраться, это может быть цинично, но вот та же госпожа Винкёва в любой момент, можно сказать, подожди секундочку, вы там ко мне какие-то претензии имеете. Вы же на коалиции, мы договорились? Договорились. На правительстве с закрытыми дверями, пока никто не слышит. Договорились? Договорились. Не знаю, в коридорах договорились. А ко мне какие претензии? И получается, что вроде и нет кому никаких претензий, Арнольд, предъявите, да? Они же договорились? Ты можешь на один вопрос ответить? А что такое коллективная ответственность? Что это такое? Нет такого понятия, да, фактически. Нет, но я могу ответить, что это такое. Это абсолютная безответственность. Арнольд? Ну, есть один пример коллективной ответственности. Подводная лодка. Всплывают все или никто? Там за ошибку одного будут отвечать все, да? Но в данном случае все предприятия, на которых есть несколько руководителей, которые имеют примерно одинаковый голос, да? То есть, они рано или поздно разваливаются. И поэтому правильная модель работы предприятия – это есть руководитель, да? У него есть подчинённый, есть чёткая субординация, да? То есть, есть акционеры, есть совет, который следит, но не вмешиваются. И поэтому я считаю, что правильная модель – это всенародно выбранный президент, который представляет исполнительную власть, он несёт всю ответственность за работу кабинета министров, он же может разбираться со своим министром, он отвечает перед народом лично, да? Ну вот раз ты уже упомянул вообще бизнес предпринимателей, вот правительство сейчас уже фактически направило в 7-7 обсуждает активно про их бюджет на следующий год и налоговую реформу. Но по существу реформы нет, там 2-3 изменения, которые касаются микропредприятий и так далее. Этого достаточно вообще? Есть ощущение у тебя, что правительство как-то собирается в условиях пандемии стимулировать экономику? Глупость. Объясню почему. Если мы хотим стимулировать экономику, нам в экономику должны приходить деньги, не только заёмные деньги и евроденьги, но и нами, собственно, заработанные. Соответственно, если мы смотрим все активности, которые проведены в экспортной отрасли, импортной замещении, их нету, нулевое. В результате ковида у нас осталось 300 тысяч реально работающих, 300 тысяч работающих в реальной экономике, 300 тысяч. И это при условии… Из всего. Из всего. У нас нагрузка 400 тысяч пенсионеров и примерно 400 тысяч чиновников, армия, врачи, учителя, то есть ещё 400. Как ты думаешь, 300 тысяч реально в реальной экономике работающих может подтянуть? Причём в эти 300 тысяч входят в том числе Максима, самый большой работодатель. То есть, в принципе, мы подходим к тому, что наконец-то народ может увидеть, что экономику убили. И что сейчас судорожно делает правительство, оно ищет любую возможность ещё взимать налоги. Представь себе сейчас, вот микропредприниматель, вот проект, у него нету дохода в три месяца, но он всё равно должен заплатить соцналог. То есть, он обязан. У него нету дохода, но он уже обязан. Следующий маразм, да, вот обсуждали, да, предположим, человек устраивается на полставке. Ну, вот мать-одиночка, да, то есть, она может на полставке выйти. Работодателю, теперь надо за неё заплатить полный налог. Пусть она даже отработала одну треть от своей, но налог предприниматель должен заплатить соцналог в полном объёме. То есть, фактически предприниматель говорит, не бери её на работу. Да, да, то есть, мы подталкиваем. Тоже, допустим, сейчас как? Чиновники говорят, давайте поднимем минимальную зарплату, да. Хороший тезис, 500, да, Абик. А в Латгалии есть целый ряд предприятий, которые автоматически закроются, потому что у них же этот подъём смертельно опасен. То есть, они, это сразу же будут безработные. Но зато у чиновника, который привязан к минимальной зарплате, автоматически тоже поднимается. Ну, посмотри, у нас, мы уже с каждым годом увеличим внешний долг. У нас 12 миллиардов внешний долг. То есть, на 300 тысяч работающих в экономике, да, долговая яма 14 тысяч. И сейчас будет продолжаться. Там же сказали, что сейчас мы готовы ещё заимствовать. Абик, и виновных нету. И когда открывали мешки КГБ, я же говорил, ребята, открываем мешки КГБ, прецедент есть, потом открываем мешки Сейма. Какая падла в Сейме, кто в Коалиционном Совете принимал конкретные решения, которые разваливал экономику. Будем делать трибуналы. Я откровенно говорю, это преступление против народа. И нацики должны были первыми кричать об этом, да. И я тебе могу сказать, у нас развалили всё, всё развалили. Других не было. Они, все решения принимали они. Они лично. Видишь, Арнольд как ушёл в эмоции. Это болит душа, понимаешь? А насчёт налогов, вчера по телевидению или позавчера, очень точно высказался, уважаемый бизнесмен Петер Ишмидер. Очень точно. Это то, что сейчас эмоционально Арнольд сказал. Насчёт налогов, то, что грядущих налогов, да, это полный идиотизм и преступление против народа. Это сказал Петер Ишмидер. Опытный предприниматель. Куда идём? Да. Вот говоря ещё действительно о предпринимателях, о бизнесе, ну, понятно, что у нас не так много крупных предприятий, но тем более, наверное, правительство, как мне кажется, должно думать ещё весной тогда, как поддерживать мелкий бизнес, средний, чтобы потом какая-то была добавлена стоимость. Сейчас мы видим по существу, что львиная доля финансовой помощи ушла в крупные госпредприятия. Да, вот Латвия Зельцевич и Айр Болтик. Ну, все остальные по сравнению с ними получили там 0,01%. Как же мы будем эту структуру экономики вообще поддерживать с учётом того, что транзита нет, но мы можем о нём уже забыть, как мы понимаем, да, и бизнеса банковского, нерезидентов тоже нет. Как мы будем зарабатывать, Арнольд? Портов нет. Портов, ну, практически, да. Как мы будем зарабатывать, Арнольд? Когда я занимал должность и отвечал за экономическую безопасность, у меня есть лекция на 45 минут. Она объясняет, как работает экономика страны. Ну, в целом, да? Да, в целом. И скажу тебе так. Читал эту лекцию, рассказывал лекцию, политики всегда выслушивали, и потом примерно так. Всё это хорошо, но где я? В этой схеме. Где в этой схеме я? Мне надо сейчас, прямо сейчас и мне. То есть это когда-то там, может быть, аукнется, но не мне лично. Мне, может быть, в контексте. Это всё очень интересно. Да, Абик. И вот здесь мы сталкиваемся с этой проблемой, что политика решает. То есть, во-первых, туда попадают в основном социопаты, которые видят только свой личный интерес. Общественный интерес у него где-то. Как заставить чиновника, политика работать на государственный интерес? Поэтому я считаю, что нужно, опять-таки, ужесточить политическую конкуренцию, надо разделить исполнительный, судебный, законодательный, всенародный избранный президент и личную ответственность. И причём одна из схем – это по окончанию срока он отчитывается за проделанную работу, избиратель выбирая следующего. И садит плюсики-минусики в зависимости от того. И тогда, может быть, появится желание работать на будущее. Потому что палка-пряник. Только палка-пряник. То есть, какие-то… И на социопатов, на самом деле. Вот почему, допустим, я призываю к жёстким мерам? Потому что есть американское исследование. В западном мире 4%, в среднем 4% – это люди-социопаты, которым наплевать на других людей. То есть, он видит только собственный интерес. У него нет сострадания. У него нет патологических. У него не врождённо. Это передаётся по наследству. Даже так. Даже так. То есть, это передаётся только по наследству. Воспитание не работает. Бестолку. 4% – это патологические социопаты. В политике больше половины. И социопат не понимает. Пожалеете. Хорошие пожелания. Он понимает. Палку. Палку. Ещё раз. Страх. Страх. Только под страхом он будет работать. Но разве этот метод демократии работает? Извини, олигархи стоят за спиной политиков. То есть, и у них есть инструменты. Те политики, которые поддерживают. Пойми, в западных странах национальные олигархи, национальные большие олигархи, они обладают ресурсом. То есть, они спонсируют партии. Они в какой-то степени патриоты, да? Они заинтересованы в национальной безопасности страны, в которой они находятся. И зарабатывают деньги. И зарабатывают на этом деньги. Это их не дом. Это их не крепость. А политики только клоуны на сцене, которых они через свои СМИ оторвался. На тебе, СМИ натравили, политика сажали. То есть, они поддерживают равновесие. Убрали олигархов. Моя версия, когда мы вступали в НАТО, и когда Рэкши пришел и объявил, надо бороться с олигархами, мне было ясно, что это был заказ океанских олигархов, что наших карликов надо убрать. И мне, когда задают вопрос... Так убрали? Ну, так и убрали. Разделяю, властвую. Айвар с Андрисом там дрались, 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 дрались. Вот пришли другие, то есть, и попилили их. Почему мне, допустим, говорят, а почему в Эстонии лучше? А потому что там олигархи в 90-е годы договорились, да, между собой не дрались, и поддерживали правильных политиков. И в Литве то же самое, да. И там все... То есть, вы не верите в олигархат? Слушай, после монолога Арнольда тут застрелиться уже надо. Так все пессимистически, да? Да. Даже очень обик. Давайте будем принимать звонки здесь. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я просто помню передачу, два года назад была, ну, что-то похожая тема, и тот же ведущий был, да. И когда радиослушатели звонили и говорили, что вот все ваши тезисы, что надо вести ответственность, и все, как в частном бизнесе, ты отвечаешь за все, что тебя увольняет, тот же ведущий говорил, что нет, так нельзя, потому что иначе никто на эту работу тогда не пойдет, тогда не найдут работников. Как бы так. Да. Действительно, не испугаем ли мы тех, кто хочет идти в политику, когда им скажут, ребята, маячит перед вами уголовная статья? Абик, нет. Потому что я председатель управления. Я, согласно, введенный мне тоже какое-то время назад, я несу ответственность всем имуществам, я несу, а вот он не несет никакую. Тут, я думаю, будет наоборот положительный эффект. А эти, которые сейчас в власти, которые, так, как я уже говорил, они очень умные, да, так, они испугаются однозначно, они сами убегут, и значит, может на их место на самом деле потянутся наконец-то люди с мозгами и более энергичные, и умные, и смелые. Даже, Абик, даже следующее, вот как вот Гунтис сказал, сепарация, да, во-первых, есть шанс, что придет тот человек, который реально готов взять на себя ответственность за результат, а тот, который идиот, считая, что он может, он сразу будет на виду, и всем будет понятно, что совсем не тот. И нужны образцы показательные суды. Нужны. Обязательно. Народ иначе не понимает. Да, вот сейчас догонку. Хочу все-таки один вопрос задать, если коротко можно ответить. Гунтис, я слышал, что вы завершаете работу над книгой. Это будут мемуары? Я понимаю, что мы интригу пока держим, пока книга не увидит свет. Это что-то будет мемуары? Или это ваш взгляд на сегодняшнюю Латвию? Ну, мемуары, это слишком громко сказано. Я не того полета человек, да, чтобы мемуары писать, да. Эту книгу надо воспринимать как протест своеобразный, да, против того, что мы видим каждый день, о том, что, ну, о чем мы сегодня разговариваем, да. То есть вы посчитали, что надо все-таки это изложить в форме книги? Конечно, да. И через свою биографию я откровенно рассказываю о себе. Я рассказываю и откровенно о нашей стране. Откровенно даже очень... С болью? С болью, конечно. Очень откровенно рассказываю о стране. И надеюсь, ну, эта книга возымеет успех, и люди прочитают. Возможно, такая наивная надежда такая, да, возможно, это как-то поможет сдвинуть с мертвой точки терпение народа, скажем так. Алло Бабли и Гунтишенко у нас были в прямом эфире. Спасибо большое.